То, что касается приема металлома, есть предприятие, созданное для города, будем говорить так, коммунальный роддентрейд, который будет собирать металлом для города. И прибыль, которая с этого предприятия пойдет, будет уже в городском бюджете. В чем особенность этого предприятия? Для предприятий, госпредприятий и коммунальных предприятий, стоимость металлома, которая закупочная, будет по сути такая, не в секрет, что весь металлом сдается в Янакиевский металлический комбинат. Поэтому стоимость приемки этим предприятиям, нашим предприятиям городским, будет практически равна сдаче металла в Янакиево. Единственное, что будут затраты, это транспортные расходы, немножко буквально складки и зарплата. То есть на сегодняшний день порядка почти 6 тысяч рублей, может чуть-чуть меньше, там цена гуляет, янакиево. То есть для закупочной цены, да? То есть очень такая серьезная, кто с этим сталкивался, они понимают, о чем речь. А для участников или частных предприятий, которые не являются государственными, это будет порядка 5 тысяч рублей за тонн. Это больше, чем, в данном случае, дают любые, там дают они 4. То есть при этом прибыль получается для города очень хорошая. А вот мы знаем, что Роздонтрейд зарегистрирован в Донецке. Да, вот такой, кстати, вот по поводу Роздонтрейда. Они... Налогоотчисления также будут уходить? Налоги, да, но есть еще понятие прибыли. И вот прибыль там очень высокая на этой... Поэтому этот вид деятельности хозяйственной потащили одно время все в частные руки, разорвали эту деятельность. Сейчас мы это с помощью Роздонтрейда возвращаем обратно в городскую. Вот и все. Город наш, поэтому... Интересный такой вопрос по поводу лицензии. Сдали они полностью все документы. Вот они. К заявлению о выдаче лицензии и ведении хозяйственной деятельности. Кстати, просто так получилось, что вы задали вопрос. Это для... Это документы у меня лежат для МГБ. Так, эти документы получили МВД, прокуратура, ГАИ, комендатура. Все эти документы получили. То есть это... И вот то, что они сдали полностью весь перечень документов для лицензирования. Здесь стоит печать этого министерства. И в течение месяца, как бы по закону, они должны получить лицензию на эту деятельность. Но по тому же постановлению министерства, они после подачи, как они только подали эти документы, они уже имеют право заниматься деятельностью. То есть без... Даже еще в лицензии на руках нет, они уже имеют право этим заниматься.